Рядом с домом северчанки Натальи Макеевой зафонтанировал гейзер. Можно было и порадоваться, если бы вода не оказалась канализационной. Заброшенная много лет назад канализационная насосная станция на улице Московской вдруг ожила. Нечистоты буквально льются ручьем прямо на улицу Беляева вдоль дворов, не минуя, к сожалению, участка Натальи Афанасьевны. Вот так женщина на второй месяц выходит из дома, спеша на маршрутку со сменной обувью в руках. Вот калошу оставляю здесь девочке и пошла к полу. Неприятность случилась 22 июля. Текла ко мне в огород, к дому, залила мне скважину. Теперь надо менять фильтра, они тоже не одну сотню стоят и мне нужно промывать колонку. Я пенсионерка, у меня такой возможности финансовой нету. Наталья неоднократно обращалась и в местную и в районную администрацию. Женщины уверили, что с вопросом разберутся. Оказалось, что КНС вообще не стоит на балансе северского поселения. По сути, она ничейная. Представители отдела благоустройства попытались хотя бы отвезти воду от участка, прокопав кювет. Но Наталья уверена, что делать это нужно было на улице Московской, потому что там кювет не так давно кто-то зарыл. 15-го числа они что-то там промывали или что-то прокачивали, я не знаю. Два дня ничего не бежало. Потом, видно, КНС снова наполнилась и она побежала. Сотрудники администрации поселения запланировали комиссионный выезд и под домовой обход, предположив, что к старой КНС кто-то самовольно подключился и сливает стоки. А поскольку станция не работает, соответственно, переполняется и ее содержимое затапливает округу. Тем временем, Наталья в вынуждена спасать свои цветники и двор ежедневно с ведром и лопатой в руках. Не говоря уже, что окна в доме женщина давно не открывает. Запах стоит невообразимый. Ходить там не могу, по огороду по своему не могу ходить, потому что все текет. Женщина почти в отчаянии ждет решения проблемы, которая превратила ее жизнь в настоящий зловонный ад.